Здарова, ребята! Apple выпускает iOS 16.1 Beta 4 для разработчиков, и в этом видео мы с вами посмотрим, что же здесь нового. На удивление, iPhone 8 обновился на эту бетку достаточно быстро. Номер сборки теперь 20B5064C. Мы еще на один шаг с вами стали ближе на финальную версию iOS 16.1. Ну а теперь давайте поговорим про изменения, которые вышли с этим обновлением прошивки. Первое нововведение касается телефонов с Dynamic Island 14 Pro, 14 Pro Max. Попробую объяснить вам на примере 13 Pro Max, когда вы выбираете Lock Screen Astronomia. Dynamic Island у вас скрывается на черном фоне, соответственно, что сделала Apple? Она обвела контуром вокруг этого Dynamic Island, чтобы он как-то выделялся. Официально Apple запускает поддержку Matter. Напомню, что это протокол для умного дома, и iOS 16.1 будет полноценно его поддерживать. И вы сможете без проблем подключать свои устройства умного дома, будь то лампочки, светильники, кондиционеры, к вашему айфону, к вашему устройству, и оно будет работать корректно. Также была поправлена анимация плеера на локскрине, когда вы слушаете Apple Music, нажимая на обложку альбома, она плавно вылетает на весь экран. Соответственно, нажимаете еще раз, она точно так же плавно уходит обратно в миниатюрное меню. Вроде как пофиксили AirDrop, теперь он работает гораздо быстрее, но, если честно, я этого не заметил. Фотографии передаются на ваше устройство действительно, да, без проблем, но вот что касается видео, это очень грустно, очень медленно передается. Файлы до гигабайта передаются, в принципе, без проблем, а все, что касается больше гигабайта, вот здесь прямо очень грустно. Надеюсь, что в будущем это все поправят. Что касается релиз ноута, то iOS 16.1 Beta 4, в принципе, не претерпела каких-то серьезных изменений. Тут в основном идет упор на аксессуары Matter, умный дом. Кому надо, по старой доброй традиции, я, естественно, оставлю в описании весь релиз ноута. Если мы говорим про производительность, то на iPhone 8 я, опять же, ничего не заметил. Все работает плюс-минус так же, как и на предыдущей бете. Вообще, мне кажется, серьезных каких-то движений в сторону улучшения, что касается и времени работы, и что касается, в первую очередь, производительности старых устройств, то я бы не ждал бы чуда. Плюс-минус все будет работать одинаково. Те люди, которые обновились на iOS 16.0.2, на старых устройствах, в комментариях мне пишут, что устройство лагает, устройство работает не совсем корректно. Ну, это имеет место быть. С вами ждем, конечно же, релиз iOS 16.1. Что касается старых устройств, может быть, станет лучше, но, опять же, каких-то иллюзий я бы не питал. Скорее всего, останется плюс-минус на точно таком же уровне. iOS 16.1 и Beta 4 для разработчиков в основном исправляет баги iPhone 14 Pro, 14 Pro Max. Полным ходом идет работа над исправлением багов с динамическим островом. Да, это ключевая фишка новых iPhone Pro версии, и над ней, естественно, Apple будет работать в первую очередь. Также поправили легкие баги со спутниковой связью, но, опять же, в наших просторах это не очень интересно. Ну, и, как я уже сказал, да, идет плотная работа над новыми устройствами iPhone 14 Pro, 14 Pro Max. Ну, а старые устройства, поскольку получают, конечно же, новые обновления, но какой-то супер прорывной производительности я бы не ждал. По батарейке плюс-минус, как я уже сказал, работать все будет точно так же. Скорее всего, через неделю, через полторы мы с вами получим финальную версию, как и iOS 16.1, так и iPadOS 16.1. Очень все ждут. Плюс, конечно же, macOS Ventura скоро выйдет, скорее всего, вместе с релизом 16.1. В этой бета-версии действительно очень мало изменений, и, скорее всего, релиз не за горами. Сейчас тестируют исключительно только производительность устройств 14 Pro, 14 Pro Max. Подпишитесь обязательно на канал, если не подписаны, чтобы не пропустить новые видео. А я с вами буду прощаться. Дальше больше. Увидимся в новых видео. Пока. Пока.